Родители встали на защиту Волжского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Шумиха вокруг одного из старейших социальных учреждений республики развернулась на днях. Поводом для дискуссий стала небольшая видеозапись занятия, которая проходила в центре 1 июня, в День защиты детей. Одной из мам показалось, что с ее ребенком педагоги в этот момент отнюдь не играли, а жестоко обращались. Другие родители, напротив, уверены, в центре, где работает профессиональный коллектив, такого быть просто не может. В непростой ситуации попыталась разобраться наша съемочная группа. Мы находимся в кабинете лечебной физкультуры, который оборотил всем необходимым для индивидуальных занятий, для общих занятий групповых. Но чаще всего здесь индивидуальные занятия дети получают с двигательными нарушениями. Лечебная физкультура как часть большой программы реабилитации. В этом центре детей с непростыми диагнозами не только учат, но и помогают отчасти восстановить здоровье. Всего 7 групп, 60 воспитанников. Многие из них буквально заново учатся ходить. Чтобы научиться правильно ходить, согласно вот этому коврику, дети по заданию инструктора правильно ставят положение стопы, проходят, да, потом дорожка колзать, именно как ручку ставить, чтобы ребенок не ставил так, а как положено, правильное положение сдается. И потом ходить на носочках, на пятках. То есть ребенок обучается правильной постановке стопы, правильным движением, как должно быть. С 1 января мы начали лечить не только детей, которые постоянно посещают наше учреждение, но также детей, которые обращаются к нам за специализированной помощью. Обращаются дети города Волжска, Волжского района. И в этом году к нам стали приезжать дети из Вениковска района, из Маркинского. Для каждого ребенка разработана индивидуальная программа реабилитации длиною в 21 день. Это не только медикаментозное лечение, но и массаж, кислородные коктейли, посещение бассейна, прогулки на свежем воздухе. Родителей с этой программой знакомят подробно. Своих особенных детей мамы и папы не бросают, а лишь доверяют профессиональным врачам, медикам, педагогам с утра до вечера, чтобы самим работать и зарабатывать. В данный центр мы ходим уже на протяжении трех лет. В этом году закончили третий класс. Когда изначально мы сюда пришли, у меня девочка практически не разговаривала. То есть она могла составлять предложение из двух слов. То есть там «мама, пойдем», «мама, дай», «папа, пришел». Постоянно путала окончание. Ну, в общем, это в связи с ее заболеванием. Когда мы сюда пришли уже в течение года, уже у нее такой капитальный был прогресс за счет работы психологов, за счет работы педагогов, воспитательной. На данном этапе она замечательно читает, практически усваивает всю вот эту вот школьную программу определенного вида. Замечательно пишет, считает примеры, решает задачи, участвует во всех абсолютно конкурсах. Мы же все взрослые люди, мы все ходим на работу, тут дети заняты, а общение? Если вы представляете, наши детки просто будут, да, мы уволимся, мы будем находиться дома. Будем находиться с детьми, будем получать эту пенсию, о которой сегодня много говорят. Но они не будут видеть общение, не будут видеть общение, значит, у ребенка не будет развития, соответственно, опять ребенок замкнется. Наталья Листраткина из тех родителей, кто готова отстаивать Волжский реабилитационный центр до конца. Репутация социального учреждения серьезно подпорчена, но только не для них. Полный актовый зал. На встречу с региональным министром социальной защиты населения и труда родители пришли, отложив все рабочие дела. Внучка, я ее вожу 7 лет уже сюда. У нее расстройство поведения и это, значит, гиперактивность. Но я никогда не видела, чтобы ее привязали. Она такая вот бегучая. Но на нее никто никогда не пожаловался, воспитатели. Я никогда не видела, чтобы ее привязали или наказали за то, что она такая вот неуправляемая. Я благодарна воспитателям, что я ее привожу здоровую и увожу здоровую. Действительно, любой поступок, любое слово можно исказить и показать так, как хочет кто-то, кто хочет это показать. Из любого человека, самого белого пушистого, можно сделать какого-то садиста. С какой стороны это все показать и все это рассказать. И, конечно, так как это было показано, что нам звонят из других республик и говорят, там у вас вообще в городе черт что творится, каждый, кто знает, я хожу каждый день в этот садик, внучку привожу, сбираю. Я говорю, это островок счастья, островок доброты. И все это действительно благодаря руководителю. Возмущение родителей вызвал сюжет, вышедший на одном из федеральных телеканалов. В его основе странная видеозапись, автор которой до сих пор неизвестен. И жалобы родителя 13-летнего мальчика, который на кадрах, это видно, пытается вытащить свою ногу. Недовольной родительницы в центре не оказалось. Она уехала в Москву на съемки одной из телевизионных передач, чтобы на всю страну рассказать, что над ее ребенком якобы издевались педагоги. Все случилось 1 июня, никакого жестокого обращения над детьми не было. Это была игра. Ребята, значит, как бы, если обратили внимание в сюжете, они были привязаны большой лентой, типа шарфа. Значит, надо было ножку достать из этой ленты, оббежать вокруг стула, вернуться и опять ножку поставить сюда. За этим ребенком второй, третий, четвертый. То есть там была группа из шести человек. Кроме того, там был и воспитатель группы, там были и другие работники этого центра. Вообще был праздник. На участке было более 40 детей. Все они, в общем-то, кто-то с мечами занимались, кто-то со скакалками, кто-то вот с такими лентами. Вот. В этом центре, значит, уже работают специалисты более 20 лет. И вы знаете, за эти 20 лет от посетителей, от родителей детей-инвалидов были только хорошие положительные отзывы. Мы считаем, что ролик смонтирован. Мы заказали независимую экспертизу. И будем доказывать о том, что такого быть не должно. Чтобы наши воспитатели, имея такой стаж педагогической работы, издевались над детьми, это, вы знаете, я на 100% уверена, что такого быть не могло в нашем центре и никогда не будет. Ведь, знаете, в наших центрах трудно работать. Действительно, дети инвалиды, дети необучаемые. И вот если уж человек пришел, он может работать с детьми, он остается навсегда. Если человек, поработав день-два, посчитает, что он не может работать, он уходит, и мы таких людей не держим. Поэтому я, в общем-то, да, поговорила с директором, и я порекомендовала отстранить четырех воспитателей от работы для того, чтобы разобраться. Я уверена, что они не виноваты, но последнюю точку поставят, конечно, следственные органы. Ну, естественно, если дойдет до суда суд. Дело заведено по статье «Насильственные действия неустановленным лицом». То есть, кто наносил какие-то там побои, как говорит родительница, и что-то еще, я в это не верю. Разберутся специалисты-профессионалы. А мы, конечно, должны работать дальше. По данным регионального Минсоцзащиты, сегодня в Мариел более 2600 детей-инвалидов. Ежегодно из республиканского бюджета выделяется около трех миллиардов рублей на поддержку подобных соцучреждений. В Волжском центре, к примеру, шесть лет назад провели капитальный ремонт, чтобы воспитанникам в возрасте от двух лет было комфортно здесь вплоть до их совершеннолетия. Своей главной задачей педагоги центра ведут в том, чтобы максимально адаптировать детей к жизни. Родители, в свою очередь, намерены и дальше отстаивать интересы центра, который для их семей просто жизненно необходим.